Сергей Скрипаль, немедленно и передал МИ-6 телефонный справочник ГРУ. Бен Макентайр, Тетимес, Великобритания. 11 марта 2018 года. Как стало известно изданию Тетимес, Сергей Скрипаль был очень ценным, высокооплачиваемым шпионом МИ-6 с позывным «Немедленный» Фортуит, который в течение 10 лет передавал британской разведке важную информацию, включая весь телефонный справочник ГРУ, российской военной разведки. Пока идет расследование отравления 66-летнего господина Скрипаля и его дочери, произошедшие в Солсбери в воскресенье, 4 марта, репортерам издания Тетимес удалось выяснить, как он был завербован и как он работал на МИ-6. Господин Скрипаль попал в поле зрения с начала испанских разведывательных служб, однако им занялась британская разведка, поскольку было решено, что он лучше отреагирует на предложения британцев. В июле 1995 года, когда господин Скрипаль находился в Испании с заданием от ГРУ, он познакомился с агентом МИ-6, который выдавал себя за торгового представителя. Сначала господин Скрипаль не знал или делал вид, что не знает, что тот человек был представителем британской разведки. Господин Скрипаль, которому тогда было 44 года, первым сообщил, что он – офицер ГРУ, о чем агенту британской разведки уже было известно, но решил сохранить свое прикрытие. Вскоре у господина Скрипаль обнаружили диабет, и ему пришлось вернуться в Москву, однако он часто посещал Испанию для прохождения курсов реабилитации. Там он постепенно расширял контакты с МИ-6 и в итоге был завербован. Господин Скрипаль ушел из ГРУ в 2000 году, однако благодаря своему бывшему коллеге по армии он получил работу в правительстве Московской области и продолжил передавать британской разведке ценную информацию. Агентство МИ-6 приобрело для него летний дом недалеко от Малаги, и его куратор приезжал туда на встречу с Геном Скрипалем в течение трех дней после заспроса. Их встречи длились по 3-4 часа, и за каждую из них господин Скрипаль получал 5-6 тысяч долларов наличными, которые он затем клал на счет в испанском банке. Однажды россиянин в срочном порядке запросил встречу со своим куратором в Испании и потребовал 10 тысяч долларов наличными. Офицер вылетел к нему с деньгами уже на следующий день. По мнению разведывательных источников, Россия может вести охоту на двойных агентов, проживающих именно в Великобритании, из-за того, что МИ-6 успешно вербует российских шпионов с момента распада СССР. Считается, что сейчас в Соединенном Королевстве живут еще как минимум 10 бывших агентов, передававших информацию МИ-6. Широкая общественность не знает их имена, однако хорошо знает президент Путин, который в прошлом сам работал в разведывательных структурах. По имеющимся сведениям, господин Скрипаль не мог выдать множество нелегалов, российских шпионов, работающих на Западе под прикрытием, но он вполне мог предоставить точную информацию, касающуюся структуры и персонала российской военной разведки, включая имена сотен офицеров российской разведки. Эта информация попала к МИ-5 некоторым союзникам, включая ЦРУ, сорвав работу ключевого сектора российской разведки в тот самый момент, когда господин Путин начал стремительно двигаться вверх по карьерной лестнице. После своей отставки из ГРУ господин Скрипаль продолжал встречаться со своими бывшими коллегами в российской разведке и передавать собранную им информацию своему куратору во время встреч в Испании и других европейских городах. О том, что господин Скрипаль, двойной агент, стало известно после того, как один офицер испанских служб безопасности узнал о характере деятельности россиянина и передал эту информацию в Москву. Господина Скрипаль арестовали в 2004 году, а этого агента испанских спецслужб позже судили и признали виновным в Испании. МИ-6 стало известно о том, что немедленно и скомпрометирован, когда в том же году господин Скрипаль не приехал навстречу в Испанию. Как минимум однажды, когда состояние здоровья господина Скрипаля ухудшилось, его супруга Людмила ездила в Испанию, чтобы забрать обещанные ему деньги, уведомив Лондона встречи звонком на особый номер. Гэжа Скрипаль не принимала участие в шпионской деятельности и не знала, что те деньги были от МИ-6. Она считала, что все это было частью коммерческой сделки. Та операция была проведена в сотрудничестве с испанской разведкой. После того, как господина Скрипаля обменяли на российских спящих агентов в аэропорту Вены, его отвезли в секретный центр для опроса агентов на южном побережье Англии. Он продолжил встречаться с агентами британской разведки уже после того, как поселился в Великобритании, передавая им информацию о методах и структуре российских шпионских операций. Первый контакт британских разведчиков с Гэном Скрипалем произошел еще в эпоху Ельцина, когда у российского правительства не было денег, и офицеры российской разведки, работавшие за границей, нередко подолгу не получали зарплаты. Господина Скрипаля называли человеком, который всегда искал возможность подработать на стороне. Однако источники в МИ-6 подчеркнули, что как агент господин Скрипаль был очень ценным и одним из самых продуктивных шпионов после окончания Холодной войны. Его ценность в тот период времени, возможно, поможет следствию разобраться в том, кто мог желать смерти ему и его дочери.